Мы расклассифицировали формы над полями поэтических чисел, а теперь сделаем то, что называется переход от локального к глобальному. То есть зададим себе вопрос, а при каких условиях существует форма с рациональными коэффициентами, при рассмотрении которой над каждым из полей поэтических чисел получаются вот такие числа эписел. Ну, во-первых, понятно, что должно существовать рациональное число d, определитель, да? Ну и тем более количество переменных должно существовать. Дальше у нас сразу возникает важная штука. Смотрите, связь между определителем, уже не над поэтическими числями, а над вещественными, определителем и вариантом Минковского ХАС. Смотрите, любую форму можно привести к диагональному виду, то есть выделяя другую квадрат каждый раз, к какому-то такому, несколько плюсов и несколько минусов. Мы доказывали законы на акции Севестра, но даже были сильные подтверждения, потому что вычисляли соответствующую группу Гертендика. Не важно, важно, что числа r и s, разумеется, определены однозначно по форме, да? Так вот, определитель, это минус один в степени С умножить на квадрат, какого-то рационального числа, потому что при преобразованиях у нас определитель может меняться, да? В квадрат раз. А символы Гильберта, когда перемножаем, то из варианта Минковского ХАС это минус один в степени С умножить на С, минус один в полу. Замечательно. Это абсолютно понятно. То есть, если мы хотим, чтобы на вещественном числении у нас форма приводилась к такому виду, то обязательно должны выполняться вот такие соотношения. Ну и, разумеется, n это нас керектовый степс. Интереснее и важнее круговое. У нас есть теорема о том, что произведение АВВП, где В прибегает все значения, минус один, или простое, да? Это единица. Поскольку, если у нас есть форма с коциальными агрессиентами, как-то приведенная к диагональному виду, то у нас есть несколько штук этих умножителей, и для каждого, для каждой пары коэффициентов будет так, то на числа ε, β, это вот есть замечательные условия. Их произведение единица. Ну, разумеется, вот эти условия должны выполняться. То есть, если мы, скажем, берем форму от одной перемены, то есть, куда ни денешься, то есть, все ε для простых чисел должны равняться единице. И еще важная штука. Множество простых чисел P, для которых, вариантом полского х, равен минус единицы, это множество конечного. Это не так раз, потому что, если мы берем нечетное простое число, которое не входит ни туда, ни туда, предложение нам нужно сделать, то мы помним, что соответствующий символ Триллер там равен единице. Оказывается, я сейчас формулировал теорему необходимые и достаточные условия для существования формы санкциональной прицены. Вот, если есть такой набор, то есть, если есть такое рациональное число D, ненулевое, которое удовлетворяет вот этим условиям, и есть такой набор плюс-минус единиц, который удовлетворяет этим условиям, и если при этом для каждого простого числа P выполнены вот эти вот условия, то в таком случае существует форма с рациональными коэффициентами. В таком случае существует форма с рациональными коэффициентами, с такими вот локальными характеристиками. Начнем доказывать. Если n равно единице, то проблем никаких нет, потому что у нас есть определитель, никаких условий, все хорошо. Если нас интересуют формы от двух переменных, то, смотрите, для любого числа P, равного минус единице или простого целого, у нас существует такое ненулевое рациональное число ЦПТ, что символ Гильберта ЦПТ и минус D для полипоэрлических чисел равен нашему данному эпсилон ПТ. Ну почему? Потому что если минус D является квадратом, то в таком случае обязательно эпсилон ПТ по условию у нас должно равняться единице. А если минус D не квадрат, то это просто свойство нетривиальной символа Гильберта. Для не квадрата минус D существует и для плюс единицы и для эпсилон ПТ равно минус единице существует такое ЦПТ. Вот дальше нужно использовать так называемое глобальное свойство символа Гильберта. То есть, когда у нас есть вот такой набор ЦПТ, и мы знаем, что произведение всех эпсилон ПТ равно единице, и конечное число из них равны минус единице, то при помощи китайской теоремы об остатках и теоремы Дерихле можно найти такое минулевое рациональное число Ц, что символ Ц минус D равен эпсилон П для любого П из множества минус 1, 2 и так далее. Мы уже доказывали фактически это, точнее, выписывали соответствующие сравнения, когда доказывали теорему Минковского-Хасса. На всякий случай я повторю это доказательство, но сначала все-таки завершим доказательство всей вот этой теоремы, а потом эту лему я объясню. Там ничего, кроме китайской теоремы об остатках и теоремы Терихлея в простых числах в рефактической прогрессии не используется. Так вот, нашли такой С, а теперь смотрим на форму СХ квадрат плюс СД Квадрат. Ее определитель это С квадрат Д. Для любого П ее вариант Минковского-Хасса это С взбитая СД по П то есть СС это же С-1 получается поэтому, что эта величина равна С-Д по П то есть тому самому Эпсилон П отлично для двойки мы теорему доказали. Теперь для тройки Н равно 3 рассмотрим множество таких П для которых символ Гильверта минус Д минус 1 по П равен минус Эфсилон П Разумеется, это множество конечно потому что у числа Д конечное число простых делителей А если П это простое число больше всех простых делителей числа минус Д то тогда такой символ Гильверта обязательно равен единице а начиная с некоторого места все Эпсилон П тоже равны единице поэтому никак слишком большими такие П не могут множество С конечно отлично для любого элемента П множество С выберем такое рациональное число СП что минус Д СП это не квадрат в соответствующем поле преимуществ числа разумеется такое число есть по китайской теореме в остатках поскольку множество С конечное существует такое ненулевое число С что частное С делить на СП это квадраты просто потому что множество квадратов открыто в пространстве которое прождено поэтической метрикой замечательно теперь рассматриваем форму от двух элементов определитель который равен СП А для любого простого числа П и для минус единицы тоже инвариант Эльковского Хацца формы Ж равен произведению символа Гильберта С минус Д П на эпсилон П давайте кстати обсудить почему так не существует очень просто для двух переменных мы теорему доказали а произведение всех вот таких величин поскольку произведение таких по всем это единица и поскольку произведение таких свойств символа тоже единицы равно единице значит действительно существует такая форма Ж и теперь форма Ж Х плюс С З квадрат ее определитель это С Д умножить на С то есть С квадрат Д это нам нужно а ее эмбриант Митковского Хасса получается так надо любому П взять вот этот вот эмбриант и умножить на символ Гильберта С Д С потому что у формы произведения ее диагональных элементов формы Ж это как раз С Д вот а вот этот символ С Д С это то же самое что С минус Д Включаем Значит для трех мы теорем тоже доказаем теперь давайте по индукции посмотрим что делать если n больше или равно четырех тогда у нас есть те самые числа r и s сигнатура для формы рассматриваемой как формы над бесчестными числами и имеет смысл посмотреть на такие ситуации r больше 0 смотрите что мы тогда делаем по предположению индукции существует форма от n-1 переменной с нужными нам инвариантами и с нужным нам определителем d и просто прибавляем к такой форме от n-1 переменной x квадрат ну или xn квадрат в общем квадрат еще одной новой переменной если у нас r равно 0 тогда обязательно s больше 0 потому что r плюс s это n количество всех переменных и тогда мы ищем форму от n-1 переменной с определителем минус d и инвариантами которые получаются умножением ε на символ Гильберта от минус d и минус 1 поскольку мы для n-1 теорему доказали уже по индукции рассуждаем то такая форма найдется и надо будет к ней добавить минус квадрат какой-то новой переменной минус xn в квадрате теорему доказали единственное что все-таки наверное нужно сейчас сделать это напомнить как доказывается вот это вот свойство символа Гильберта которым мы воспользовались напомню вот здесь очень важный переход использования символа Гильберта мы имели много таких церпентов уравнения для каждого простого числа и даже минус единицы и заявили что есть число одно число которое можно сюда написать давайте сейчас это свойство символа Гильберта докажем ну смотрите совершенно понятно что когда вы вот такие вот церпенты ищите то они определены с точностью доумножения на квадрат поэтому можно их считать целыми числами в разложении которых на простые множители нет квадратов рассмотрим все простые числа которые в принципе хотя бы в одном из цепетов вот так приведен потому что они уже целые и квадратные встречаются и напишем систему сравнений выписываем вот такие вот условия c минус первая определяет знак числа c то есть c надо будет взять положительным если c минус первая положительная и от цепет наоборот дальше поможем 16 поможем b1 квадрат и так далее поможем bs квадрат и это конечное число сравнений напомню что числа b1 и так далее bst это все простые числа встречающиеся в разложении хотя бы одного из интересующих нас чисел а именно минус d и вот этих вот c c c c c c c c c всех что у нас есть когда конечно ε bt равняется минус единице потому что нам интересно все-таки конечное число условий замечательно получили систему сравнения по китайской теории об остатках у нее есть решение решение описывается вот таким образом некоторое число однозначно определенное по такому многолю и n любое целое число рассматриваем наибольший общий делитель цену любого и разности этой прогрессии выносим ее за скобку разумеется n берем с этим знаком чтобы получилось то что нам нужно то есть если c минус первое больше нуля то здесь будет стоять плюс если c минус первое меньше нуля то минус и после того как мы вынесли число k мы получили прогрессию в которой согласно теореме Дирихле о простых числах в альфметической прогрессии есть бесконечно много простых чисел любое из них берем теперь смотрите что у нас будет если число p из множества минус 1 я задумался минус 1 но понятно что минус 1 2 то тогда все замечательно мы подобрали потому что эти числа отличаются в квадрат раз если число не равно ни одному ку то тогда у нас здесь просто напросто обратимые элементы единицы кольца целых поэлических чисел и такой символ как и положено и здесь у нас единица и здесь все замечательно вот теперь для числа ку а для числа ку все будет хорошо потому что у символа Ельберта есть свойства когда вы берете любые два ненуленных числа и перемножаете и вот здесь число пробегает все числа минус 1 2 3 5 и так далее и минус единицу то произведение будет равно единице ну у нас по условию здесь произведение равно равнялось единице потому что так были выбраны числа f а здесь два конкретных числа поэтому должно быть так и все и все у нас все получилось теорема доказана и и все и и все и